Всем привет, кто сегодня заглянул ко мне на канал. Меня зовут Алина Летучева, или вы меня, наверное, знаете больше, как Алина Флайклауд. И сегодня я решила протестировать вместе с вами палетку от марки Smashbox, которая называется Full Exposure. Вообще о ней довольно-таки разные мнения ходят. Кто-то считает ее незаменимой палеткой. Некоторые девочки мне писали, что она не совсем оправдала их ожидания, поэтому я решила сегодня проверить ее на себе и рассказать вам честное объективное мнение, как она мне понравилась или нет, буду ли я ее использовать. Я оставлю ее себе, так как косметики у меня много, а собирательством заниматься я не очень люблю. Сегодня был тест не только ее, но и помады Lime Crime, которая называется Diamond Crushers в оттенке Cheap Freel. На губы-то я ее уже, конечно, пробовала. На глаза впервые. И я, если честно, до этого боялась ее наносить. Во-первых, у нее достаточно активный пигмент. Вот эти блестки, они довольно-таки жесткие, то есть они ощутимые, не как шиммер внутри текстуры. Знаете, он бывает мелкий, а бывает крупный. Вот здесь как раз-таки относятся к второму варианту. И также при нанесении на руку довольно надолго въедаются в кожу, то есть пигмент довольно активный. И все-таки веке такая зона нежная. Но при нанесении, во-первых, сделала подложку в виде теней, и могу заметить, что никаких дискомфортных ощущений у меня нет. Хотя я чувствую все сразу. Если подводка не подходит или консилер, у меня сразу начинается такое неприятное жжение. Сегодня этого не было. Если вам интересно посмотреть, как сделать такой макияж, то оставайтесь со мной. Как вы видите, тон я уже нанесла и брови тоже оформила. Если вам интересно, как я выполняла эту часть макияжа, то переходите по ссылочке внизу на мое предпоследнее... где я рассказывала вам про тот макияж, который я сейчас предпочитаю для съемки использовать. Он очень стойкий, матовый, да, и лицо визуально кажется более с ним, ну, таким отфотошопленным. Поэтому сразу можем переходить к нанесению теней. Темно-коричневый шоколадный оттенок наносим в уголок глаза. Сильно выходить за края я сегодня не буду. Мне кажется, именно из-за этого создается такой неправильный визуальный эффект. Уже рассказывала, да, что сейчас тене практически не использую, так как такой свежий макияж с голым веком мне нравится почему-то намного больше. Возможно, это связано с весной, но жажда к экспериментам никуда моя не девается. Я решила просто попробовать другие еще способы нанесения и варианты макияжа. Потому что мне приелось вот это классическое затемнение складки. А здесь высветляем, куча растушевки. Хочется чего-то другого. Поэтому сегодня я темно-коричневый оттенок наношу еще в уголок глаза, сделаю что-то типа смоки. Вот удивительно, кстати, сколько бы раз я не ездила на какие-нибудь там фотосессии, приходила к визажистам, например, в корнеры, где бы меня стали красить, все меня видят как-то одинаково. Все визажисты из меня делают прям няшечку. Видимо, я создаю такой прям вот образ. Но, если честно, мне он не совсем импонирует. Еще, наверное, ни один визажист не накрасил меня так, чтобы я подумала, вот это вау. Вообще нигде не осыпался, хотя было бы заметно 100%, так как он темный. Теперь давайте возьмем какой-нибудь бежево-оранжевый оттенок и нанесем его в складку. Но я сегодня, как я сказала, сильно приподнимать ее не буду. Если вы обратите внимание, я сегодня приподняла коррекцию носа чуть-чуть наверх, поэтому здесь уже может быть чуть более объемным глаз выглядит. Тоже решила попробовать для себя новый способ нанесения. Можете экспериментировать вместе со мной. Как я поняла, у многих сейчас такой бзик, что без теней как-то намного комфортнее. Так что присоединяйтесь, пробуем. Вот матовый оттенок пылит, но я думаю, что это связано с кисточкой, которую я набираю. С помощью пальчика я нанесу золотисто-розовый вот этот оттенок. Но, кстати, при нанесении на палец нет вообще блесток шиммерных, про которые я говорила. Они скорее вот как раз сатиновые такие. Ни одной блестки крупной нету. То есть по текстуре абсолютно однородная получается. Я хотела получить чуть более светлый оттенок, а он получился совсем таким бронзовым. То есть мне, наверное, в палетке не хватает такого переходного оттенка шампанского шиммерного. Вот этот оттенок, он мне кажется, не совсем для этого подойдет. Выделяем уголок глаза. Да, здесь вообще такого сатинового даже перелива очень мало. Еще выравниваю вот здесь вот в уголке глаза, подравниваю границу. Сглаживаю как бы тем самым переход, так как не очень ровно получилось нанести изначально. Теперь хочу в растушевку вот сюда нанести вот этот бронзовый оттенок. И, наверное, для этого возьму чуть более точечную карандашную кисть. Это MAC 219. Ну, я однозначно пигмент оттенка вижу. То есть он никуда не пропадает, он очень хорошо переносится. Ну, видите, да, разницу между двумя глазами. Здесь такой более матовый, шоколадный. А здесь уже такой со скринкой. В бронзовый отдает. Ну, куда же без тебя, малыш? Во всех видео надо поприсутствовать. Теперь этот оттенок добавляю в переход. То есть и в уголке во внутреннем, и во внешнем. Мне кажется, красота вот всех таких макияжей заключается в красивом переходе. Поэтому нужно иметь несколько оттенков под рукой. Добавлю вот этот темно-коричневый шиммерный цвет сюда вот в уголок. Дублирую еще раз коричневый оттенок в уголки, чтобы создать, ну, добавить яркости макияжа. И матовые оттенки нам еще все-таки понадобятся. У меня сегодня задача протестировать их как можно больше, чтобы у нас сложилось какое-то с вами полноценное мнение. Вот этот светло-молочный оттенок наношу под бровь. Возьму все-таки, наверное, черный оттенок из палетки. Давайте протестируем, что ли, кисточку, которая идет в комплекте. Я их вообще никогда не использую. Ну, кстати, ворс не жесткий, то есть нет колючек. Нужно повторение растушевки. И я это делаю с помощью той же кисти и того же бежево-оранжевого оттенка. Чем во мне добавить свечение? А я знаю, чем. Очень страшно, что сейчас из-за этого получится, но я решила рискнуть. Я беру Lime Crime Diamond Crushers в оттенке Cheap Thrill. Беру коричневый оттенок, который мы изначально наносили, и на всякий случай прохожусь по границе этого Diamond Crushers, чтобы не было такого, знаете, некрасивого резкого перехода. Думаю, что нам здесь не обойтись без светлого карандаша для слизистой и без подводки. По качеству карандаша я буду использовать Walk of Shame от Urban Decay. Возьму сегодня подводку от марки Lancome, называется Grandiose Liner, у которого так кончик еще ходит. Если честно, именно к этой функции его я не приноровилась, но вот сама подводка очень хорошая. Она гелевая. Я постаралась их сделать довольно-таки длинными, но не очень интенсивными, чтобы не перекрыть практически все веко. Оно у меня и так не очень большое. Полусухой кистью аккуратненько подправить. Вот вам такой лайфхак на заметку. Так, тушь. Берем 90-60-90 Pampet Up от марки Divash. Прокрашиваю все реснички, активно приподнимаю их у корней. И сегодня будем использовать также мое самое нелюбимое накладные ресницы. Думаю, что к этому макияжу просто необходима доза хайлайтера. Я беру хайлайт от марки Lime Crime. Решила рискнуть и попробовать тот оттенок, который я использую реже всего. Набираю такой солнечно-желтый шиммерный оттенок. Он дает такое очень влажное свечение. У него тающая текстура на коже. У нас осталась с вами самая главная проблема. Проблема это для меня, наверное, потому что я не всегда угадываю с оттенком губ. Хотя, если я на другом человеке вижу, я не могу сказать, какой оттенок будет гармоничным. Но на себе все время из-за вот этой тяги к экспериментам я очень часто бывает неугадываю. Думаю, что нам понадобится с вами какой-то нейтральный матовый оттенок, который я использую часто довольно-таки. Либо сюда еще подойдет такой бежевый блеск для губ. Принесла на выбор три оттенка. У меня это NYX в оттенке Афины номер 15. Блеск, но я думаю, его с чем-то смиксовать от марки Lancome. И третий это Lola от марки Lime Crime. Не знаю, что из этого получится. Давайте, наверное, нанесем Лолу. И я даже, наверное, знаете, как сегодня сделаю? Я распределяю ее пальчиком. Этот макияж требует аккуратности, поэтому все равно после растушевки я чуть-чуть подравниваю контур с помощью той же кисти плотной. И мы делали растушевку с помощью пальца для того, чтобы достигнуть более светлого пигмента. Не такой, как был бы при ровном нанесении. И чуть-чуть другого покрытия. Оно более блестящее. Я, наверное, сегодня буду использовать все три, которые я сюда принесла. И NYX тоже добавлю сюда в центр губ. Аккуратненько вбиваю. Губы получаются чуть более объемными. И создается такой градиент. И совсем чуть-чуть, прям по капельке, наношу в центр губы для объема. Предлагаю чуть-чуть добавить еще хайлайтер в уголки глаз. Давайте будем использовать, наверное, тот же оттенок, который уже был у нас в макияже для гармоничности. Ну что, пора подводить итоги. Общее впечатление у меня осталось очень хорошее. По поводу кисточки, к сожалению, ничего не могу сказать. Я ее обязательно еще протестирую. Но пока не стала рисковать, потому что не хотелось, чтобы тени осыпались. И как-то усложнять ей условия. У меня все-таки есть продукты, есть кисти, которыми я пользуюсь регулярно. И уже знаю, как ими управлять. Как лучше набирать на кисть, чтобы тени не пылили и так далее. С этой кистью мне вот единственное, что хочу отметить. Очень прикольная вещь, что она двусторонняя. С одной стороны белый оттенок ворса, а с другой стороны темный. Что поможет вам не использовать 3-4 кисти. А можно использовать одну сторону для светлых теней, другую сторону для темных. И не смешивать их, чтобы потом не накосячить, когда вы будете переносить тени на глаза. Чтобы они вообще не смешивались. Вторая сторона. Я, кстати, ей сегодня пользовалась. Мне очень понравилось. Очень аккуратно. Видите, сделаю такую складку ровненько. К сожалению, я не успела сегодня попробовать прям все оттенки. Если вы захотите, пишите. Я сделаю еще какой-то макияж, например, в матовых тонах. Мы использовали сегодня с вами 4 оттенка слева. И из матовых 3 оттенка. Это такой розово-оранжевый. Но у него такой в ржану пигмент отдает. Потом молочный оттенок. И черный я наносила в складку для того, чтобы добавить интенсивности. Вот честно, издалека макияж выглядит очень волшебным. По поводу нее у меня было лишь одно опасение, что оно будет очень сильно пылить. И слава богу, оно не оправдалось. Опасение у меня было, потому что у меня есть единственная палетка Smashbox. Это, в принципе, мой самый первый продукт, с которым я познакомилась у этой марки. К сожалению, там очень сильно пылили оттенки все. Не только тени, но и бронзер, и скульптуры и так далее. В данной палетке я вообще такого не заметила. Пылил только один оттенок. И то, когда я вот так вот набирала его растушевочной кистью. При таком способе набирания теней будут пылить абсолютно все оттенки, если они там только не маслянистые. Но тогда другая проблема возникает, что они не будут набираться на кисть. Общие впечатления я бы, наверное, поставила ей 4,5 из 5. Из-за чего я снизила бы оценку, что здесь довольно много. Вот такая большая палитра сатиновых тонов, но самого основного, который я бы использовала здесь, например, в сердцевинку глаза, здесь нет. Что касается остальных оттенков, при первичном осмотре они кажутся очень шиммерными. Кажется, что они будут вот такими же сияющими, как у меня сейчас на веках Diamond Crushers. Но по факту нет, это довольно мягкие маслянистые оттенки, которые имеют очень легкий перелив и не имеют таких суперактивных блесток. Наверное, при дневном освещении они, конечно, видны будут, но вот при таком искусственном их, к сожалению, практически не было видно. Вот такой красивый сатиновый перелив и не больше. Буду пробовать еще обязательно вот эту часть цветов, не знаю, пока про них ничего не могу сказать, про негативные впечатления, которые у вас от этой палетки сложились. Мне девочка написала, что, к сожалению, она не может справиться с шиммерными оттенками, то ли они у нее плохо набираются, по-моему. Я такого не заметила, возможно, проблема в самой кисти. Кстати, я же здесь шиммерные оттенки по большей части пальцем и наносила. Просто советую вам тогда такой способ нанесения. Я обычно, ну как-то по ходу дела ориентируюсь, так еще получится и быстрее. Так что тоже обязательно пробуйте, приноравливайтесь. Эту палетку я никому отдавать не буду, потому что она клевая. Будем, наверное, с вами заканчивать. Огромное спасибо вам за внимание. Мне очень важно, чтобы вы мне подсказали, стоит ли мне снимать в будущем такие видео. Или вам не интересны вот такие отдельные обзоры на конкретные продукты. Может быть, вам уже интересно смотреть только фавориты, чтобы я снимала. Какая-то выдержка, чтобы было больше полезной информации. Хорошей вам рабочей недели. Скоро увидимся. Пока-пока.